Праздничные мероприятия в честь открытия курортного сезона прошли во всех районах Сочи, но все же самым притягательным местом стала и меритинская низменность. Еще бы, там прошло грандиозное авиашоу. Посмотреть на головокружительные полеты лучших пилотажных групп собрались десятки тысяч зрителей. Летное поле аэропорта Сочи на время превратилось в площадку для старта и приземления участников шоу. Отсюда лучшие пилотажные группы взмывали в небо, чтобы удивить зрителей в Олимпийском парке. Со времен проведения зимних игр в эмеритинской низменности не было столько зрителей. По подсчетам организаторов, только за первый день праздника здесь побывало не менее 35 тысяч человек. В Олимпийском парке можно было услышать не только рев самолетов, но и гоночных автомобилей. За Кубок нации боролись гонщики в классе Миджет 2Л. На центральной площади Олимпийского парка прошел фестиваль воздушных змеев. В этот же день здесь открылись поля для гольфа и экстрим-парк. Прогнозы по сезону великолепны. 97% гостиничного фонда в городе забронированы на летний период. Ожидается туристов в этом году больше, чем в прошлом году. В прошлом году Сочи принял 5,5 миллионов гостей. В этом году ждут 6 миллионов. Но среди нынешних 35 тысяч гостей Олимпийского парка были и исполняющие обязанности губернатора региона Вениамин Кондратьев, представители мэрии городов-миллионников, в которых в течение года проходили презентации курорта. Это старт именно олимпийского туризма. Это значит, что мы готовы встречать гостей со всего мира, прежде всего из России. Перечислять и перечислять те мероприятия, те события, которые здесь будут происходить, очень трудно. Но могу сказать, что для всех, для любого возраста здесь есть чем заняться. Многолюдно было и в центре Сочи. Там прошел бразильский карнавал с русским характером. Впервые такого масштаба. Шествие стартовало от зимнего театра и двигалось вниз по курортному проспекту. 15 тематических платформ, наряды всех цветов и видов. Все это сопровождалось зажигательной музыкой, от которой даже зрители пускались в пляс. Байкеры, школьники, врачи, пожарные, акробаты цирка, сказочные персонажи и даже верблюды с лошадями. Все смешалось в одно представление, кульминация которого была на Платановой аллее, где танцевали на ходулях, делали сальто и играли с огнем. А афроамериканцы в костюмах казаков даже спели Марусю. Участников карнавала было так много, что шествие длилось два часа. Такого открытия курортного сезона, говорили зрители, еще никогда не видели. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ